Дорогие зрители, я всех приветствую на моем канале. Сегодняшний обзор будет из фамилии и сэнсэй, из двух магазинов, и всем своим зрителям я хочу сказать огромное спасибо за ваши теплые комментарии к прошлому видео, где я показывала свои идеи второй жизни старых вещей. Огромное спасибо вам, дорогие мои зрители. Итак, начну я с отдела с сумками, мы сейчас находимся в фамилии. Вот эти потрясающие простые, но в то же время красивые пляжные сумки всего 999 рублей, но я рекомендую, конечно же, использовать их многофункционально не только на пляже, но и потом поставить их куда-то в интерьер. Сейчас более подробно расскажу, так как у нас тренд на все натуральное, и вообще на самом деле натуральные вот такие цвета, натуральные предметы, они способны разгрузить наш мозг. Посмотрите, как такие сумки можно использовать в интерьере. Это, кстати, картинки с сайта Ларри Дуд. Также, если вы любите что-то яркое, можно обратить внимание и на яркие сумки из хлопка, ну а использовать их можно, например, для хранения в ванной комнате. Вот здесь вы видите авоську, авоська из магазина фикс прайс, но здесь могла бы висеть вот та самая яркая сумка, и она стала бы ярким пятном в вашем интерьере. А в детской комнате я показывала вам свои идеи для хранения игрушек, это настолько удобно и настолько организует пространство. Разные пазлы мы храним вот в таких лобковых мешочках, в плетеных сумках, и это очень красиво и очень удобно. В фамилии всегда есть отдел с контейнерами, я не один раз там покупала контейнеры для себя, для своей мамы, но сейчас меня привлекли внимание вот эти контейнеры металлические, 1199 рублей, и они довольно большие по размеру. 799 рублей стоят контейнеры из ткани или корзины для хранения из ткани, цена примерно, наверное, как на Алиэкспресс. И довольно неплохие выборы рисунков были представлены. Внимание также привлекла меня вот эта консоль, она сделана под старину, но, однако, не спешите ее ставить именно в таком цвете в интерьер. Я бы рекомендовала выбрать либо какой-то сложный цвет, например, сложный синий, сложный зеленый, потому что вот такой серый, честно говоря, не очень мне понравился, и он какой-то грязный. Присмотритесь к ней, но рекомендую ее как-то интересно перекрасить, к сожалению, нашла вот только такие картинки. Поставить ее можно, конечно же, куда-то в коридор, если он у вас имеется, такой коридор, и сверху повесить зеркало. Всегда есть маленькие столики, это могут быть кофейные, прикроватные столики, тумбы, и очень интересный декор нашла из металла. Такой декор совсем недавно был представлен на сайте Ларидут, но, к сожалению, сейчас я не смогла его там найти, стоит 899 рублей, и нашла несколько интересных примеров размещения вот такого декора в интерьерах именно. Ну и также можно немного его преобразить, например, вот как здесь на картинках выбрана рама, на которую, собственно, и закреплен этот декор. Получается вот такие красивые панно. Возьмите это как за идею. Сейчас покажу очень интересную вещь, которую нашла фамилия, это чугунные крючки с ананасами. Мне показалось, что она немного состаренная в духе Прованса, и как идея хранения, например, на кухне у Юли Малышевой, потрясающая квартира, и как-нибудь мы с вами отправимся обязательно к ней в гости, а у нее интересное хранение вот такой красивой посуды на кухонных крючках. Фамилии обычно как-то все свалено в одну кучу, однако я очень люблю вот так вот копаться, рассматривать что-то, находить интересные какие-то предметы, и очень часто на них бывают скидки. Вот, например, столики в предыдущем кадре видели, иногда на них очень хорошие скидки, и такие столики можно купить в два раза дешевле, там буквально за 700 рублей. Кружки 200 рублей стоят, это большая кружка под эмаль, очень красивая, такую можно подарить кому-то, вот, например, ребенку, посмотрите, с котиками. Здесь огромный выбор кружек, и все они очень достойные по качеству. Ну и, конечно, иду в отдел с посудой, очень радует меня здесь изделие из глазурованной керамики. Посмотрите, они не только внешне, но и внутри тоже выполнены очень интересно, 349 рублей. Посмотрите, она немного уже с такими потертостями, так что внимательно выбирайте здесь посуду. Она бюджетная, но может быть с какими-то изъянами. Кстати, многие подписчики мне об этом писали, что фамилия вся посуда именно такая. Но я здесь не соглашусь, очень много я там находила именно комплектов, тарелок, и все они были, ну, достаточно в, так скажем, неплохом состоянии. Вот эта красивая тарелка для подачи. И тарелки фирмы Купман, по-моему, они называются. Это какая-то японская, японская, сейчас покажу вам, японская коллекция Сиаки называется. Купман это китайский фарфор неплохого качества. Кстати, он продается в очень многих магазинах, но фамилии и цены довольно бюджетные. И фамилия же я нашла шампуни, очень с неплохим составом, без сульфатные. Я всегда внимательно читаю составы шампуней и практически не пользуюсь сульфатными шампунями, так как они раздражают кожу головы, и я вот действительно эффект здесь вижу отрицательный. Итак, мы в магазине Сенсей, здесь небольшой отдел для дома, но сегодня многие мне пишут, что наконец-то эти отделы появились и в их магазинах, потому что Сенсей давно уже существует, а вот отделы для дома открылись только недавно. И, кстати, в регионах тоже есть эти магазины, и в небольших городах, насколько я знаю. В Сенсей всегда очень бюджетные пуфики. Жалею, что я не купила пуфик из прошлого видео для Миши, чтобы поставить его в коридор. Вот такие интересные светильники на деревянной основе, но они на батарейках, будьте внимательны. И эти светильники я бы рекомендовала использовать, конечно, как дополнительная какая-то подсветка, например, в ванной комнате, вот как здесь в видео. Либо этот светильник для того, чтобы поставить на стол. Набор металлических полочек нашла, 999 рублей, неплохого качества. Но это, конечно, больше выполняет функцию декоративную, но вряд ли вы что-то сможете хранить на таких полках. И интересные кашпо, кстати, вот совсем недавно у меня был ролик про интересные кашпо, про идеи кашпо из обычных предметов. Я вам тоже очень советую посмотреть этот ролик. Возможно, на какие-то свои обычные предметы немного по-другому посмотрите, что-то захотите переделать. Очень советую посмотреть этот ролик. Я здесь ссылку оставлю внизу под видео. В Сенсей много декора. Это вот такие гирлянды. Кстати, с гирляндами намного уютнее в помещении становится. Но, к сожалению, все они на батарейках. Вот это их огромный минус. Нахожу я здесь пледы. Внимательно будьте к размеру пледа, потому что плед часто это именно плед, а не покрывало по своему размеру. Либо что-то только набросить сверху. Очень интересные дозаторы. И вообще вся вот эта серия черная интересна. Но как она будет в использовании, не знаю. Если кто-то купил, поделитесь. Ведь у нас вода кальцинированная. И, скорее всего, конечно, это все быстро либо облезет, либо станет белым. И зеркала, которые практически всегда есть в магазине Сенсей, они выполнены либо в золотой раме, либо в черной раме. Кому больше подходит в интерьер, какой цвет выбирайте, конечно, сами. Я бы рекомендовала все-таки к золотой раме присмотреться. Так как золото, ну, все-таки оно сочетается с большим количеством предметов. Однако, если у вас интерьер такой лаконичный, стильный, можно, в принципе, и в черной раме зеркало тоже выбрать. Я свое зеркало покупала в Fixed Price очень давно. И я настолько рада этому зеркалу. Честное слово, я с ним уже столько интересных и композиций составила, и как функциональное тоже использовала на кухне. Но, кстати, это зеркало можно использовать еще и для переделок. Например, можно колоски на нем закрепить, как вот здесь справа, либо ротанг. И вы получите абсолютно другое зеркало в боку стиля. А еще можно сочетать два разных зеркала, два разных по размеру зеркала, например, в интерьере ванной комнаты. Нахожу ручки для детской комнаты. Если у вас есть, в общем, самые бюджетные комоды из Икея, можно его украсить с помощью таких ручек. Интересные здесь сумки. Они же могут быть и контейнерами для хранения. И банка для хранения с деревянной или бамбуковой крышкой. Вот этот предмет мне очень понравился. Это лист, подставка. В общем, ее можно использовать в многофункциональных украшениях, хранить на ней. Можно на нее поставить свечи. В следующем кадре покажу вам, как раз я поставила свечи сенсей на эту тарелку. Вообще, тарелки и различные подносы очень удобно использовать для интерьерных композиций, которые я часто вам показываю в кадре. Это свечи, какие-то небольшие кашпо, статуэтки. Собирать вот такие композиции на подносах для меня стало таким своеобразным хобби. Я ищу предметы, компоную их, и потом делаю фотографии, и показываю вам их в видео. Но сегодняшний обзор буду заканчивать. Советую вам очень посмотреть мои ролики из наших недавних путешествий. И путешествовали мы в Тулу, Тульскую область, Коломну. В общем, очень у меня есть интересный плейлист о путешествиях. Тоже советую туда вам заглядывать. Ну и, конечно, винтаж. Плейлист винтаж — это то, что очень любят мои зрители. Буду с вами сегодня прощаться. Всем хорошей погоды, конечно же, и приятных летних вечеров. Всем пока, до новых встреч совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok